уважаемые зрители и слушатели моих небольших роликов посвященных науке этим роликом мы начинаем как бы новую серию у нас несколько серий есть таких небольших роликов это эволюция сегодня ответы на вопросы и много чего еще но сегодня начинается может быть самый завлекательный но с точки зрения социальной значимости и по социальных последствий ролик он называется очень интересно как вы обратились обратили внимание на заголовок научный лупонарий значит два слова скажу про смысл этого термина лупа но это волк на самом деле а волчицами называли дам пониженной социальной ответственности имеется ввиду древний рим и не только древний рим и поэтому лупонарий это на самом деле публичный дом в древнем мире и публичный дом значит он собственно говоря его жизнь в нем она очень сходно с научной активностью на этой планете ну примерно то и происходит с одной стороны у нас масса популяризаторов полу грамотных балбесов которые значит паразитируют на модных словах продают их таким же примерно по образованию чиновникам которым деньги и все в общем крутится замечательно результатов как правило нет а если они возникают они возникают случайно вопреки все этой буйно помешанной деятельности но сегодня речь пойдет не об этом сегодняшний наш ролик 1 он посвящен тому что и ушел из жизни владимир рудольфович алифанов это выдающийся палеонтолог работаю с которым мы связаны были больше двадцати лет который был последним этому единственным на сегодняшний день специалистом в области как ящериц который описал много десятков видов и не только видов но и семейств ящериц то есть внес колоссальный вклад в палеонтологию рептилий в виде ящериц и очень много работал в том числе и мы совместно работали над динозаврами я поскольку занимаюсь мозгом это все соответственно и был ориентирован на то чтобы попытаться объединить палеонтологию классического типа то есть имеется ввиду в первую очередь анализ костных останков и их систематику их так сказать эволюцию с морфогенезом мозга и начали мы свою деятельность очень много лет назад как раз вот с этого это вот классический слепок образца мозга мозга торбозавра который был который была сделана еще в 2005 году это распиленный был череп торбозавр это такой же как тираннозавр рэкс только покрупнее из монголии но потом в конце всей этой работы появилась вот такая реконструкция мозга которую я сделал значит по результатам анализа вот этого вот отпечатка очень тщательно вы на на это ушло еще довольно много лет еще где-то через три года только она появилась это длительный процесс вообще анализ того чего нет не имеет аналогов таких прямых в современном мире имеется виду палеонтологического материала занимает колоссальное время и колоссальные усилия поэтому дилетантийский подход вот этих вот популяризаторов или там западных авантюристов которые наезжают нашу страну я имею конкретных людей кудфруа бентона который уже директора института они никакого отношения к науке не имеют это научу около научный бизнес хотя и очень успешный для них владимир дольфович алифанов проработал всю свою жизнь практически в палеонтологическом институте это серьезный был человек который где-то по 12 14 часов в день всю жизнь а прожил недолго всего 63 года он занимался наукой то есть методично и за дни в день он был экспедициях многочисленных в том числе в монголии руководил экспедициями вот и тему которую я выбрал это тема посвященная ископаемым ящерицам вот как раз монголию он собирал те ящерицы которых он описывал потом по большую часть жизни ну и самое главное что ли человек который работает столько и осмысленно не пытаясь подогнать свои знания под кладограммы или какие-нибудь другие умозрительные изобретения западных бездельников они конечно он конечно представляет большую социальную опасность для тех кто так не работает но по этой причине понятно что его доброжелательнее было мягко скажем немного как у любого знающего человека то есть его боялись не любили но и пакостничали основным основными занятиями в его жизни было несколько таких в человеческих пристрастий ну он любил котов но это на я не люблю котов но это не мешало с ним активно сотрудничать он любил котов он занимался много фотографий и так всю жизнь так и проснимал стареньким цифровым никоном который вот виден на картинках он очень хорошо я бы сказал практически профессионально писал стихи что позволяла его тонкая натура поскольку он очень остро переживал все что происходило вокруг него и очень часто принимал все на себя скрывая всем казалось что он такой толстокожий которую не пробить ничем на самом деле тонко чувствующий поэт отличный художник кстати он очень хорошо рисовал причем не только имеется ввиду иллюстрации к своим многочисленным работам по палеонтологии ящерица динозавров но и работал маслом то есть он действительно умел это делать и делал хорошо ну вот по этой причине значит очень часто его как раз переживание по поводу науки а отсюда и название этого ролика ну когда он возвращался иногда с ученого совета и мы встречались в палеонтологическом институте или его вызывали какие-нибудь геологи которые неожиданно начинали лезть палеонтологию я у него спрашивал ну как то это обычный лупонарий даже не научный отсюда и название в честь его памяти как нам геологам все время приходится подниматься в горы и что всего всего труднее спускаться вниз ты намекаешь на завод как ты бель поскольку ты наверху одно мгновение как известно а вниз приходится спускаться стремительно на геологам больно падать после как ты бели всем тяжело падать таким образом человек он был широко образованный очень хорошо знающий предмет ну лучший скажем так специалист по динозаврам кто бы иметь сейчас им не сейчас не назывался в нашей стране причем тонкий ценитель искусства он например обожал разные ароматы и запахи сохранив до зрелого возраста прекрасное обоняние очень хорошо разбирался в парфюмерии и это было почти его хобби отлично играл в юности футбола не мог удержаться никогда когда мальчишки играли особенно когда мы бывали в как на каких-то конференций вообще конференции для него были способом отдыха при таком режиме работы 12 14 часов в день конечно было тяжеловато и конференции или поездки куда-то воспринимались как почти развлечение хотя иногда как на кулинде приходилось вот колоть камни вот его комментарии по поводу это календы послушайте но в коллекции палеонтологического музея довольно много остатков динозавров из многих стран мира в основном это находки меловых существ а динозавров юрского возраста в общем нет вот то что вы обнаружили в чете это первые находки позднеюрских динозавров для всей территории россии таким образом экспедиции конференции мы были в разных местах и на дальнем востоке и вот в забайкалье и во многих других местах где представляли свои в том числе и научные материалы он воспринимал как хороший отдых любил развлечься любих вкусно поесть и не про неплохо так сказать побаловаться хорошим коньячком сейчас мы вынуждены продолжать палеотологические исследования интенсивно ежедневно но прежде чем приступить конкретному исследованию необходимо подкрепиться в местном кафе и потом налечь на научное изыскание пятилетний да это трудно сделать поскольку слева от меня зона отдыха справа от меня зона плавания ну у него проблемы с этим были очень большие потому что средств на существование еле-еле хватало он любил свою очень дочь но вот он очень хорошо относился к работающим людям и очень плохо к неработающим или одержимых каким-то маниакальными устремлениями поэтому конечно врагов было много а поскольку он хорошо разбирался в том числе в тех вещах которых все надеялись что он не разбирается ну например в палеонтологии птиц очень часто дописывал за одним ушедшим уже давно из жизни человеком а то и писал почти целиком в том числе огромные работы потому что он как бы не считал себя специалистом но вынужден был это делать но то он очень много вкладывался в то чтобы доносить правду ну как вот с кулингинскими динозаврами когда мы вынуждены были даже написать совместную статью журнал природа 2 где просто объясняем что из-за того что у нас нету финансирования палеонтологических исследований нету финансирования экспедиции все материалы тихо уплывают на запад ну потому что как вы понимаете местные палеонтологи за небольшие преференции готовы отдать весь материал куда угодно к нам в институты попадает в последнюю очередь вообще надо сказать палеонтологии в нашей стране очень скромные такие институты как у нас палеонтологический институт требует намного большего финансирования и намного большего внимания такие институты находятся в каждой китайской провинции но о чем говорить конечно они сейчас и роют и находят и описывают очень много материалов это конечно надо исправлять но это исправить невозможно по причине того что цели для большинства людей руководящих наукой совсем другие поэтому эта передача будет заполнена многими интересными историями из лупанария то есть научного сообщества но закончилась его жизнь к сожалению печально потому что тонкий человек тонко чувствующий остро переживающий несправедливость воровство обмана безобразие чего она у в науке столько же как и во всей остальной жизни он 10 лет писал докторскую диссертацию как раз посвященной эволюции ящериц азии это огромная работа обычно в палеонтологии таких работ не делают да вообще в мире встречаются единицы но именно из-за ее качество объема то есть если сравнивать с другими то там половина докторских диссертаций превратится в дипломные работы слабенькие значит и возникли трудности он обратился он но он считал наивно считал что наука превыше всего и обратился к откровенным прохиндеем одному из кафедры зоологии доктору наук профессора второму доктору наук из-за института проблем экологии эволюции имени северцева я его предупреждал что этого делать не надо но он считал что наука превыше всего и что люди не могут поступать нечестно в науке ну вот такие у него были представления но естественно они в последний момент когда уже диссертация была так сказать придана гласности уже назначена защита они отказались он это очень остро переживал хотя недоброжелатели в институте его были он также переживал очень остро когда замечательном институте который сокращенно произносит как все геи его заставили вместо того чтобы просто рассмотреть работу на ученом совете коротко и рекомендовать стать ведущей организации его заставили читать там полутора часовой доклад полностью изложив свои материалы как на защите и у меня есть запись этого такого позора со стороны членов ученого совета такого отношения к тому в чем они не разбираются я давненько не слышал но тем не менее он это все перенес но это сказалось на его здоровье у него развелась опухоль мозга и языка вида он не смог ее своевременно прооперировать и ушел из жизни поэтому к сожалению нам остается только знакомиться с его работами и я постепенно придам гласности все подробности всех этих историй включая его большой доклад который оказался пророческим в этом самом геологическом институте поэтому могу сказать только одно светлая память владимиру рудольфовичу олефанова который внес огромный вклад в палеонтологию ящериц и динозавров во всем мире мало есть работ выполненных столько же осмысленно тщательно и придерживающихся конкретного материала а не умозрительным выдумкам на этом уважаемые слушайте я с вами прощаюсь до свидания надоело изучать динозавров форминифер в первую очередь вообще ученым быть вредно приходится много думать много есть много сидеть результат результат на лице да блин лысик и 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 Субтитры создавал DimaTorzok